Здравствуйте! Сегодня участие в нашем круглом столе принимает военный комиссар Чувашской Республики Александр Александрович Макрушин, председатель военной врачебной комиссии военного комиссариата Чувашской Республики Жуков Борис Михайлович, представитель военного комиссариата Чувашской Республики на пункте отбора на воинскую службу по контракту Беззубов Николай Сергеевич и депутат Чебоксарского городского собрания Александр Васильевич Андреев. Еще раз всем здравствуйте! И, уважаемые телезрители, вы, наверное, уже поняли, что сегодня речь на нашем круглом столе пойдет об армии. 1 октября стартовал осенний призыв. Наши ребята, наверное, уже отправляются, да, Александр Александрович? Пока проходит медицинскую комиссию, будем так говорить. Первая отправка у нас с 12 ноября пойдет. Понятно. Сейчас идет подготовка. И вот все-таки первый вопрос, который бы мне хотелось задать всем участникам нашего круглого стола, должен ли мужчина служить в армии? И буквально тезисно 2-3 предложения. Почему? Вам, Александр Александрович, слово. Спасибо. Ну, если тезисно. Ну, давайте посмотрим то время, когда не было никаких законов. Доисторическое. Вот в пещере женщина что делает? Она хранит очаг. Костер, дети, это все ее. Чем занимался мужчина? Мужчина, корм нужно добыть, завалить где-то мамонта или еще кого-то и охранять свое жилище. Жилище от тех же зверей и так далее. Вот это в основном, это не надо было, это не прописывалось, никаких бумаг не было, ничего. Вот для чего существовал мужчина. Прошли тысячелетия, ничего не изменилось. Мужчина. Это обеспечивает семью женщина, хранительница очага, а защита, защита Родины стала святой. Понятно. Борис Михайлович, почему мужчина должен служить? Ну, я думаю, хотя бы только потому, что находясь в армии, какой бы она ни была, как бы они критиковали некоторые, человек большое количество времени остается для решения каких-то проблем наедине с собой. Он чаще думает. А я думаю, что именно такое состояние, когда человек часто мыслит сам и разговаривает сам с собой. Они в любом случае воспитывают в лучшую сторону человека. Николай Сергеевич, Ваша очередь отвечать на мой вопрос. Ну, я кратко постараюсь. Армия, как бы, это отрезок жизни мужчины, где он проходит последнюю стадию взросления. Где он понимает, кто он. Его там учат уважать старших, подчиняться. Ну, и вторая сторона прохождения службы в армии. Армия готовит для народного хозяйства большое количество специалистов. Именно в армии в первый раз молодой человек самостоятельно выполняет какую-то задачу. И приходит с армией уже готовым специалистом. Хоть водитель, хоть еще другая специальность. Дорога в жизни практически. Александр Васильевич. Да, я полностью, конечно, подтверждаю эти слова. Даже не буду говорить каких-то высоких слов. Так уж сложилось, что я не должен был идти в армию. Хотя, в принципе, в мое время это очень, знаете, как любой молодой человек мечтал просто в армию. Я поступил в университет. Но так сложилась жизнь, что студентов стали забирать в армию. И вот я в 83-м году пошел и могу сказать, два года отслужил. Для меня это была хорошая школа. Я понял, кто я, чего я стою. Очень часто можно услышать следующее мнение. Люди, которые служили в рядах вооруженных сил в разное время, говорят о нынешнем времени. О том, что сегодня армия уже не та. Чего там сегодня служба? Это пионерский лагерь или вообще лагерь бойскаутов? Вот с вашей точки зрения, людей, которые непосредственно знают, что такое армия, они в ней работают и живут, Александр Александрович, похоже на пионерский лагерь нашей сегодня армии? Ну я в чем-то согласен, но в чем-то, наверное, нет. Ведь, понимаете, это говорят люди, ну вот, будем говорить, те, которые в свое время служили по два года, по три года, это моряки и так далее. Сейчас срок службы всего один год. Ведь раньше откуда возникала вся эта дедовщина? Потому что люди были четырех периодов. Будем, те, кто два года служил, четыре периода. То есть там были, ну так откровенно говоря, там слоны, там черпаки и так далее и тому подобное. Мы это все знаем прекрасно, наши слушатели тоже знают. Вот. Сейчас все это ушло. Ушло в бытие, потому что сейчас всего два, за один год два призыва. Как правило, и сейчас даже в Думе рассматриваются вопросы, что вообще был один призыв. Даже на это, возможно, даже будет рассматриваться эти вопросы, они не исключены, почему нет. Все пришли одногодки и все ушли одногодки. Что и особо такое изменилось? Вот знаете, раньше в мою бытность, ну и в бытность всех наших коллег, значит, ну ведь у нас рабочий день с чего начинался? Во-первых, подъем в 6 утра, сейчас подъем в 7 утра, ну то есть солдатику надо подольше поспать. Дальше идем на физзарядку, группа идет на уборку территории и так далее. Нет сейчас никаких уборки территории, нету сейчас никаких нарядов по столовой, нету сейчас чистки картошки. Мы же профессионали в чистке картошки, мы с женами, знаете, как чистим картошки. Слушайте, жены-то как довольны, а? Да, вот сейчас нет, все, ребята уже не могут картошку чистить. Вот, убрали это все, убрали уборку территории, убрали, у нас всегда назначался там хозяйственный взвод был, который выполнял какие-то работы. Все там на учебу, а вот сейчас нету этих хозяйственного ничего, все поубирали. Аутсоргеновая система сейчас, то есть сейчас солдаты ничего не делают. Ну что-то-то все равно осталось. Осталось самое главное. Вот почему такие все-таки изменения, они очень положительные. Почему? Потому что солдат встал, сходил на зарядку, пришел, утренний осмотр, позавтракал и идет на занятия по боевой и политической подготовке. Он целый день занимается по своей профессии. Если снайпер, значит он стреляет. Если он инженер, значит он мины разминирует и так далее и тому подобное. Но здесь опять после обеда, допустим, ну сон сейчас. Ну как, ну да, немножко элемент. Это везде в армии, это есть распорядок дня, регламент служебного времени, это все определено. Сон, ну не то чтобы сон, но час для отдыха после обеда обязательный. Вот, ну и вот таких вот очень много там, можно сказать, что одежда от Юдашкина, модная прическа, вот и так далее. На самом деле, на самом деле, те задачи, которые сейчас ставятся перед современной армией, они намного возросли. Вы видите сейчас вот все-таки сколько конфликтов, сколько, ведь сейчас вот буквально недавно восточный округ разворачивали, в нашем округе были учения очень крупные. То есть боевая подготовка сейчас на первом месте. А вспомните 90-е годы, на первом месте была выживаемость. Мы ездили, капусту собирали, картошку копали и так далее. Сейчас все ушло в бытность, сейчас самое главное предназначение армии, это готовить себя к предстоящим боевым действиям. Будут они, не будут, это второй вопрос. Главное, это личная подготовка каждого военнослужащего. Борис Михайлович, а Вы согласны с Александром Александровичем? Да, конечно, согласен. Только потому еще, что я в свое время проходил службу военнослужащего по призыву. И впоследствии, будучи офицером, я, конечно, имел возможность сравнить. Ну, наверное, сейчас все-таки с одной стороны немного и полегче, а с другой стороны, что, как сказал Александр Александрович, основное время отдается боевой подготовке, а научиться этому тоже трудно. И это тоже сложно. Николай Сергеевич, а вот нет такого момента, что вот люди прошли службу, да, срочную, вот все у них там хорошо, они нормально, отслужили, занимались, пришли. И вдруг они решили по контракту. Приходят по контракту, а там все наоборот, с точностью. И нет такого вот более-менее нормального режима дня. И как бы начинаются суровые будни. Человек хватается за голову и говорит, зачем я вообще сюда пошел, как в армии-то в срочной хорошо было, зачем я связал свою жизнь с контрактом. Ну, военнослужащих по призыву, это распорядок дня, расписан на все 24 часа. У военнослужащих по контракту, это жесткий, четкий регламент рабочего времени. Как правило, это с 8 утра до 18.00, с хорошим перерывом на обед, на 2 часа. Многие люди, которые, скажем так, неоднозначно смотрели на военную службу по призыву, а служив один год по призыву, потом возвращаются сюда, в частности к нам, ходят. И многие приходят к нам с просьбой подать заявление для поступления на военную службу по контракту. И мы им всем помогаем. Вот сегодня очень много говорят о военно-патриотическом воспитании. И, как правило, говорят, ну, там пойдет, например, человек в армию, армия, ему всему научат. Или там поступит он в институт, там его всему научат. И мы всегда ждем, что кто-то наших детей чему-то научит. Вот как вы считаете, кто все-таки должен прививать вот это военно-патриотическое воспитание? Ну, давайте, может быть, я начну, знаете, как человек не военный, да. Я считаю, что любое воспитание детей, прежде всего, семья. Вот это моя позиция. Я никогда не пытаюсь переложить на кого-то, да. И среди моих знакомых очень много тоже таких людей, знаете, которые... Вот что-то у меня сын не очень хорошо, давай в Суворовску учище отдам. Пусть его научат, сделайте из него человека. Там его научат, там из него человека, да. Моя же жизненная позиция, да, личным примером. Все только личным примером. Все хорошее и плохое, все это из семьи. Я понимаю, что остальные институты, конечно, должны прикладывать. И школа должна приложить какое-то определенное усилие, там, и все. И это делается, но вот моя позиция. Все из семьи. Но, к сожалению, здесь, знаете, вот в последнее время статистика, она такая, что очень много у нас мам, которые воспитывают сына, это процентов, я не знаю, там, может быть, 30-40 даже, к сожалению, да. И когда нет мужского начала в семье, это вот большая проблема. Для будущих защитников нашего Отечества. Поэтому я вот за крепкую, хорошую семью, за мужское и женское начало. И тогда будет такой разносторонний, хороший человек. Вот к этому государство должно стремиться создавать условия, чтобы были хорошие, крепкие семьи. Вот это моя позиция. А, ваша вот точка зрения, кто должен воспитывать патриотов? Или где их воспитывают? Знаете, мы, опять же, всегда возвращаемся, вспоминаем то, что было с нами, то, что было у нас, и то, что с нами. Все познается в сравнении. Сейчас такой момент. Вот раньше была система воспитания. Я все-таки за систему воспитания. Вы вспомните, Октябренок, Пионер, Комсомолец и так далее, и тому подобное. Это была целая система. Это повязать этот пионерский галстук, это значок. Это почетно. То есть, вы понимаете, это почетно. Это была система воспитания. И родители, и все. Тем более, понимаете, сейчас срок службы один год. Когда его учить? Если раньше, допустим, было шесть месяцев учебка. Сейчас каких шесть месяцев учебка? Шесть месяцев, потом уже все, и дембель там уже. Вот. Поэтому сейчас нужно готовить, призывника сейчас нужно готовить заранее кормить. Поэтому сейчас очень большой увеличился наряд на подготовку по ВУЗ. Что это такое? Это ДОСАВ. То есть, мы должны уже подготовить. Он в армию должен прийти уже со специальностью. Он должен был или водитель, или электрик, или механик и так далее. То есть, физическая подготовка. Вот это все. Вот это и есть, называется комплексное воспитание к тому, что служить всего один год. Есть что добавить? Ну, очень такой хороший вопрос прозвучал. Я так проанализировал. Все-таки есть, с одной стороны, как бы негативная кармия, а с другой стороны, армия – это последний довод матери. Аргумент. Аргумент. Последний аргумент. Все-таки в армии тебя научат. И это действительно так. Научат? Научат. То есть, родителям не нужно бояться того, что их нужно как-то себя готовить к тому, что их сын будет служить в армии. С детства надо готовить, что в армию необходимо сходить к мальчику. И, знаете, вот этот вопрос меня, наверное, волнует, как маму, да, вот почему при наших военных комиссариатах нет таких, ну, я не знаю, такой службы, например, мамы призывников, чтобы приходили, как бы общались, может быть, с психологами, да, с военными какими-то специалистами, да, какие-то вот такие вот ликбезы проводили, да. Мамы ведь они какие? Все мамы ранимые, все любят своих детей, они напридумывают всего, а еще детям это внушат. Вот как от этого избавиться? Вот, наверное, к вам вопрос, как представитель медицины. Вы знаете, на этот вопрос, он сложный. Я бы ответил небольшим примером из своей личной жизни, когда я призвался на военную службу, нас очень долго везли почему-то, ну, что так получилось. То есть привезли в часть, накормили чем-то холодным, наверное, рыбой, легли спать, а в шесть прокричали громко подъем. Я к своему стыду и сейчас вспоминаю, мне за то время стыдно. Я через неделю писал маме письмо и написал, что как здесь тяжело и плохо. Забери меня маму обратно. Наверное, основную роль в том, служить или не служить молодому человеку, служить однозначно, конечно, играть все-таки родители. Поэтому. А в армии, в военных комиссариатах, конечно, чтобы было все идеально, в том числе и оказывалась какая-то психологическая, воспитательная поддержка родителей, в их обучении воспитывать своих сыновей и готовить к вооруженным силам. К сожалению, нет таких должностей. И, наверное, но приходят родители по другим вопросам очень много ко всем должностным лицам практически военных комиссариатов. И мы в любом случае подсказываем. Достаточно просто вот к любому? Конечно. Да, у нас ежедневно. Это не вопрос. У нас есть регламент, там все расписано, какое время принимает военный комиссар, в какое время принимают замы и так далее. То есть они тоже должны проявлять сами какую-то заинтересованность и инициативу? Я даже больше скажу, что у нас сейчас на призывной комиссии могут присутствовать родители. У нас сейчас родители могут сопровождать своих детей с пути следования на военную службу. Это сейчас у нас разрешено. Хотелось бы мне еще вам задать такой вопрос. Вот можно ли как-то повлиять на то, где будет служить твой сын? В каких войсках и в каком месте? Поменялась ли вообще география прохождения срочной службы? В общем нет. Есть тенденция, но в общем служат везде. Мы и в Крым отправляем служить, мы в Калининград, мы в Дальний Восток, то есть у нас большая география, но намечилась какая-то тенденция. Вот у нас, допустим, в округе 29 субъектов Российской Федерации. Вот, допустим, кто находится в районе Забайкалья, Урала, они комплектуют части, которые там. Кто по Волжье, допустим, вот мы, находясь на границе практически с западным военным округом, мы сейчас большие свои части комплектуем части западного округа. То есть очень большой наряд вот именно на, там, Подмосковье, там, блин, да, вот этот регион западного военного округа. То есть этим, я думаю, что все-таки добивается то, что, во-первых, не то, что там сильно, ну идет экономия тоже, и денежный средств все-таки, перебраска. И чтобы, да, и чтобы ребята-то тоже как-то ближе к дому служили, хотя бы хоть чем-то, да, там и матерям тем же спокойно, и им немножко поспокойнее, чем он уедет на Дальний Восток, или он будет, допустим, вот соседним Нижнем Новгороде служить. Ну вот, когда такая тенденция идет, вот, а так мнение призывника, призывная комиссия учитывает всегда. Но там есть факторы, факторы здоровья, факторы морально-психологические, характеристики, тестирование и так далее. Когда это все обобщается, вот, первое предлагает военный комиссар районный, а комиссия рассматривает все-таки, куда его направить, в какие, под какое подразделение, в какой род. Было время, когда на воинскую службу призывали, ну буквально всех, даже если у людей были какие-то хронические заболевания, в том числе, и как бы зрение было очень плохое и прочее, что был такой недобор. Вот что это, больше домыслы или все-таки, как бы, факты? Ну, я сейчас, прежде чем начальник военно-врачебной комиссии ответит, я знаете, что хочу сказать? Что сейчас средства диагностики уже далеко не те, которые были 30 лет назад. Сейчас выявить заболевания в сто раз легче, и их реально выявляют, чем раньше. Раньше пришел, там посмотрел у тебя дежурный фельдшер, ну что там, сынок, как у тебя? Да хорошо, все, иди, налево, иди, да, градусник, в лучшем случае градусник. Сейчас же, Борис Михайлович, продолжай. Борис Михайлович, да, отвечайте за всю систему. Ну, я бы категорически с этим не согласился, потому что во все времена, сколько существует вооруженной силы и Советского Союза, и Российской Федерации, категория годности граждан к военной службе определяется строго в соответствии с положениями военно-врачебной экспертизы, которые вот при моей памяти, если учитывая, что военно-врачебной экспертизой я занимался еще и перед увольнением в запас, проходя службу в госпитале, уже поменялось 4, требования меняются, но нельзя призвать при любом недоборе, если он существует, или с трудностью комплектования, даже чисто количественно, не говоря уже о качестве, нарушивая это положение, потому что очень строго наказывают нас в том плане, если мы, бывают, конечно, просмотры, и мы призываем человека, у которого в вооруженных силах выявляется заболевание, и он увольняется по болезни. Проводится расследование, нужно доказать, что это от того, что нужно было использовать специальную диагностику, или это просмотр. Если это просмотр, который врач должен был увидеть, то это очень плохо. Поэтому нет, я не согласен с вами. Николай Сергеевич, а вот контракт, ну тоже такие вот строгие требования? Ну... Или все-таки там пославление есть некоторое? Нет, нет, поступление на военную службу по контракту исключительно на добровольной основе, и требования, основные требования, куда входит их состояние здоровья, даже жестче, чем нежели призывнику. Вот сейчас у нас вводят нормы ГТО. Вот, Александр Васильевич, вы как считаете, вот улучшится состояние здоровья наших молодых людей, когда они будут сдавать ГТО, а потом пойдут в армию? Ну, я очень на это надеюсь, потому что считаю, что, во-первых, вот в наше время у меня в основном был и золотой значок ГТО. Я занимался спортом, там, легкой атлетикой, десятиборьем. Сейчас скажете, что вы выращиваете стрелок? Нет, вот со стрельбой у меня было чуть похуже там, да, но тоже неплохо. Вот из автомата Калашникова я всегда получал там только положительные. И ночные стрельбы, и дневные, да. Я считаю, вот тех, кто занимался спортом, в армии вообще нетрудно было. Мне было нетрудно. То есть я там был и чемпионом дивизии, там, и по прыжкам, там, и был чемпионом дивизии по одеванию ОЗК. Быстрее всех дивизий одевал, да, там. То есть вообще было... Я считаю, что вот молодое поколение, если будут заниматься спортом, это будет только большой плюс. Там надо привлекать молодежь. Но я смотрю, что сейчас, в последнее время, как-то вот все вот это достаточно на хороший уровень поднимается. По крайней мере, вот у нас в Чебоксарах, я смотрю, дай бог, дай бог. Александр Александрович, вы чувствуете положительные тенденции? Ну, поймите, что здесь надо, как рассматривать ГТО, сдать ГТО? Прежде чем сдать, надо научить. Ну, понятно. Вот я все-таки здесь думаю, что вот у нас очень большую роль сыграли наши ФОКи. В каждом районе существующие. И вот только сейчас, вот приблизительно, они уже у нас создались там 5 лет, 4, 3, там в зависимости в каждом районе по-разному. Вот сейчас они начали давать положительный результат. Вот сейчас у нас мы константируем достаточно много, уже сейчас большой процент перворазрядников, кандидатов, мастеров и так далее. ГТО, вот чтобы он на ГТО сдал, его надо, чтобы он где-то занимался. Нужно больше детских кружков, нужно больше, вот у нас всегда это детские спортивные, юношеские школы, ФОКи. Вот это должно работать. А потом уже, как конечный результат, да, он подойдет и прыгнет, и выполнит там или кандидата, или мастера, или ГТО сдать, первый, второй, третий. Ну вот, надо база, база нужна. Она у нас есть, вот, у нас идет положительная динамика в республике. Вы согласны, что положительная динамика? Конечно. А при поступлении на военную службу по контракту, требования гражданину, минимальные требования, его состояние физической подготовленности входит в основной перечень. То есть мы обязательно проверяем кандидата на силу, быстроту и выносливость. После того, как гражданин направляется на военную службу по контракту, он обязательно проходит общевойсковую подготовку с обязательным курсом выживания. Сроком шесть недель. Но, к сожалению, я считаю, в нынешнее время еще вот у молодежи слишком много других соблазнов, да, и какая-то общая, как-то, ну, какой-то термин, можно сказать, здоровость нации немножко вот подралась в последнее время, да. Потому что, ну, обратите внимание, вот эти компьютеры, да, то есть это все-таки молодежь, вот иногда какие-то эти ночные клубы и все-все-все. Очень много таких отвлекающих моментов в жизни, да, вот как приучить молодежи, чтобы они все-таки занимались спортом, потому что это мобилизует, это здоровый сон, здоровое питание, да, спорт. Это сразу, вот без этого невозможно никаких результатов достичь. Вот как молодежи привить вот этот интерес. Сейчас здесь, в наше время ведь фоков было гораздо меньше, да, что у нас был вообще один бассейн на Чебоксары, помню, что туда попасть было так трудно. Сейчас мы это делаем, да, ну, времена другие. Нужно молодежи уже создавать вот такие условия, поэтому то, что делается у нас в республике, я считаю, что это вот через какое-то время очень благоприятно должно сказаться. Но опять повторюсь, каждый должен личным примером, там, папа, мама, все. Личный пример – это всегда здорово. Самое главное, это как в армии, делай, как я. Вот главное. Делай лучше, чем я. Да, делай, как я. Все, вот офицер, если делает, все, и взвод будет, и рота будет хорошая, там. А вот, кстати, вот правда, что все зависит от офицера, о том, какой микроклимат будет внутри коллектива, все зависит от офицера, к которому ребята попадут. Это однозначно, это роль личности. Поэтому, если офицер своим примером покажет, что не так вот, как рассказывает, подъем переворотом, это вот так, вот так, вот так, а подойдет, сделает его. Вот это личный пример. Вот мы с вами в начале нашего круглого стола говорили о том, что начался осенний призыв, да? Вот есть такое понятие, норма призыва, сколько человек должны призвать? Обязательно, обязательно, понимаете, прежде чем дать нам наряд, а у нас есть такой документ, как наряд, нам приходит наряд, и вот, допустим, наряд на осень у нас 1204 человека, осень мы должны отправить. Это не секрет, это не военно, это ничего абсолютно. Перед этим мы проходим большую работу, делаем, приписываем ребят, вот, первоначальная постановка на воинские, что-то так далее. И мы подаем, каждый район подает нам в республику, сколько у них призывников, сколько пользуются отстрочками и так далее. Мы это все высчитываем и подаем эту цифру, сколько мы можем призвать в штаб нашего округа. Штаб анализирует, смотрит то, что получает с генштаба, то есть это система работы, да, он существует, этот наряд, он существует, он реальный, он выполнимый. Да, существуют нюансы, в 2010 году, к примеру, мы подали там одну, а нам чуть ли в два раза больше дали. Почему требование было с генштаба больше призвать? Такого не бывает, мы офицеры, у нас не бывает такого, чтобы пулемет не строчил. Понятно. А каждый год больше становится или нет призывников? Сейчас, во-первых, демографическая яма очень большая, поэтому сейчас меньше, 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 еще так будет года 4-5. Вот это вот уменьшение, уменьшение, а потом уже пойдет выше. А вот чем-то отличается осенний призыв от весеннего? Вы знаете, в принципе, это ничем. Но есть опять нюансы, нюансы какие. Допустим, вот в этот призыв, в этот призыв, ну осталось все. Остались, сейчас же вели с прошлого, с весеннего призыва, карточка призывника есть электронная, то есть вся база данных, ну все абсолютно. Он отслужил, пришел, сдал, мы на него, эта карточка пожизненная, именно военная. Чем он, какую подготовку, на какой технике и так далее. То есть это огромная база данных. Вот вели, она сейчас хорошо работает. Вот. Много таких новшеств, но одно, допустим, новшество абсолютно новое, которое только с этого года начинает действовать, что с этого года можно пойти не на срочную службу, а можно пойти на контрактную службу, если у тебя есть высшее образование. Вот это нововведение именно призыва осени этого года. Николай Сергеевич, наверное, вы какие-то подробности нам еще расскажете? Да, обязательно. Произошли изменения федерального закона воинской обязанности военной службы, в частности в 33 статью. Кто имеет право на поступление на военную службу по контракту? Понятно, что основным источником является это военнослужащие, которые проходят службу, граждане, пребывающие в запасе, кто раньше отслужил. Ну и с учетом, что все-таки армии нужны подготовленные более в интеллектуальном плане молодые люди, принято решение дать право выбора гражданам, которые закончили высшие учебные заведения, или поступить на военную службу по контракту на два года, минимальное количество лет подписывает контракт, или год по призову. И вот на сегодняшний день мы сейчас проводим собеседование со всеми гражданами, которые сейчас... А желающих много? Желающие есть. На сегодняшний день мы уже несколько человек в строй поставили сейчас, в стадии оформления. Мы их отправляем на наиболее благоприятные, такие хорошие элитные части. У них есть право выбора. А элитные части это военная тайна, или как бы может какие-то города обозначить? Люди мечтают, романтика, ВДВ, спецназ, морская пехота. А куда? География? География очень обширная. Мы направлены на военную службу по контракту от Камчатки до Калининграда и от Мурманска до Каспийска. А в каком звании? Вот они высшие учебные заведения заканчивают. Если у них нет военной кафедры, они идут рядовыми также, но на два года контракт, да? Или как? В каком звании они идут после высшего учебного заведения? После высшего заведения они направляются для заключения контракта на должности рядового или сержантского состава. В зависимости от специализации. Все ясно. То есть, так же не лейтенантом, да? Нет, нет, нет. Лейтенант это кафедра, это военные кафедры. Сейчас тоже начало, эти военные кафедры возобновляются. Есть перечень военных кафедр, где проходит обучение. Вот. И там сейчас в стадии разработки вопросы связаны с тем, что можно участь в институте, пройти военную службу. То есть, там, где есть военные кафедры. Более подробно, я думаю, в течение вот этого полугодия мы более подробно будем это все знать. Но то, что сейчас это проработано и идут уже эксперименты, это уже реально. Первый год с осени сейчас пошло, да? Да, 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 да. Просто кафедра военная все изучает, изучает. Пришло лето, вместо каникулы идешь на три месяца. Отслужил, следующий год ты опять изучаешь, опять идешь на три месяца. И так далее ты набираешь те же два года, да, выпускаешься, и вот ты отслужил уже, вот, да. То есть, это сейчас идет эксперимент, это активно сейчас идет, ну, то есть, это реально и вполне, я считаю, цивилизованно и хорошо. Да, какие-то льготы у него потом будут вот так вот, вот что у него, льготы какие-то государство потом дает или нет? Вот, чтобы вы правильно поняли, все-таки давайте вот, что самая основная и главная льгота, у нас вышел федеральный закон, который вступил в действие с этого года, что если человек не ослужил в армии, он не имеет права занимать государственную должность. Это самое главное. Поэтому я даже, может, обращаюсь к мамам, к папам, все-таки не портите судьбу, карьеру, судьбу своего, да, своего чада. Потому что потом он скажет, ну, что ты вот меня там не пустил в армию и так далее. Да, здесь он просто ни в мэрии не устроится, ни в администрацию, ни в какую-то силовую структуру, там, в МВД и так далее, все, закрыто. А вот были случаи, когда вот приходили к вам люди, говорили, вот у нас у сына был белый билет, а сейчас бы вот как-нибудь бы вот все вот назад бы это повернуть, чтобы этого билета типа бы и не было. Честно скажу, много таких случаев. Сейчас много людей идут и говорят, мы выздоровели, все, вот у меня вот была болезнь, я выздоровел. Но здесь стоп-машина, да, мы не имеем права на переосвидетельствование. Мы выдали белый билет, записали и свободен. А обратного хода нет. А вот, кстати, девушки хотят служить по контракту? Да, да. К вам уже обращались? Постоянно. В прошлом году мы 25 человек, девушек отправили. Куда вы их отправили, если не секрет? На военную часть, надеюсь. Нет. Основная масса пошла в ракетные войска стратегического назначения, в ракетную дивизию на должности связистов, механики, ЗАС и так далее. И на должности младших медицинских специалистов. И в этом году мы уже отправили 10 человек, девушек. А вот что двигает женщинами, как вы считаете, как мужчина? Не как военный человек, а как мужчина. Может быть, устроит свою личную судьбу? Или есть надежда на то, что в армии встретишь действительно нормального, достойного мужчину во всех отношениях? А может быть, это и то же. Но, во-первых, военная служба – это государевая служба. Служить стало и почетно, и выгодно. Во-первых, там очень много льгот. Это и получение бесплатного высшего образования при заключении второго контракта. Это и стать участником при заключении второго контракта. Учитывая один контракт, первый заключается на два года, сейчас разрешено. При заключении второго контракта гражданин или гражданка имеют право стать участниками военного ипотечного кредитования. Покупают квартиру, допустим, в Чебоксарах стоимостью 3 миллиона. 200 тысяч, а государство гасит сумму этой ипотеки. Плюс, когда они проходят службу в отдаленных районах, местностях, где год за полтора, год за два, они к 35-40 годам вырабатывают военную пенсию. Вот и все. А плюс здоровые, хорошие мужчины для девушек. Многие связывают там... И семьи появляются, дети рождаются. И семьи появляются, выходят замуж. Нормальный процесс. Вы как относитесь к женщинам в армии? Как это у вас взгляд такой был? Мне что-то показало, что не очень. Нет, вы понимаете, что есть должность неопределяющая боеспособность, есть неопределяющая боеспособность. Конечно, вспомогательные должности. Это вполне нормально. Но зачем вот здоровому мужику, который может держать в руках гранатомет, он будет вот на радиостанции там сидеть и так далее. Или выполнять какие-то работы, связанные с ручкой и бумажкой. Поэтому это все нормально, вполне положительно. Я, когда солдатом служил, это очень воодушевляло. Когда женщины, девушки в военной форме ходят, знаете, как это стимулировало молодое... Молодой растущий организм. Да, да, да. Я думаю, что обязательно надо, конечно, там, чтобы боевой дух армии был еще сильнее. Мы немножечко отвлеклись, как-то стало так полегче, повеселее, да. Но вот серьезный вопрос у меня очень к вам, Александр Александрович. Были ли случаи в вашей практике, когда вам приходилось вмешиваться в конфликты, которые случались у наших ребят, когда они призывались куда-то служить? Какие-то определенные части. Обращались ли к вам их родители? Может быть, сами ребята писали. И вам приходилось ездить, писать, звонить? Вы знаете, я не лукавить не буду, случаи такие были, но я хочу с чего начать. Вот когда призывник приходит на сборный пункт в Канаж перед отправкой, мы его там переодеваем, беседуем с ними, там, тестирование они проходят, знакомятся с людьми, проходят собеседование с представителями команды и так далее. Там очень большой объем работы, который... Плюс мы там фотографируем его сразу на демельские альбомы, даем флешки с собой. То есть там очень много мероприятий, которые мы с ним проводим. Вот и одно из того, что мы делаем, мы выдаем сразу памятник, памятку. Памятку. Я вот, к сожалению, не взял с собой показать. Значит, там, начиная с первой страницы, напутствия нашего главы республики, который и сам служил, и морально имеет право сказать тем, кто идет в армию. Там есть обязанности солдата, там нормы довольствия, там много всей той литературы, которой ему нужно. Как действовать себя в стрессовых ситуациях, в конфликтных ситуациях. И там же есть в конце раздел «Телефоны». Мой сотовый телефон в любое время. Прокурора сотовый телефон. И вплоть до командующего округа, приемной. Понимаете? Были обращения, но их было очень мало. Очень мало. Когда мы вмешивались, вмешивались, звонили командиру части. Были такие случаи. Мы своего земляка в обиду не дадим. Вот что я вам скажу. Вот как бы так. Вы знаете, мне было очень приятно, когда мой сын ушел в армию. Прошел буквально месяц, и мне приходит письмо из части, где командир пишет о том, что ваш сын призывался в такие-то войска. Он у нас проходит службу. Мы будем очень рады, если вы нам напишите о том, какой у него характер, его плюсы и минусы. Это поможет нам в дальнейшей работе. И все в таком духе. Вы знаете, как бы мелочь. А вот приятно, что вот есть на сегодняшний день вот такая действительно обратная связь. И что ты знаешь, где твой ребенок, как он служит, какие люди его окружают. Наверное, все-таки это здорово, то, что вот такие вот нововведения в нашей армии сегодня есть. Конечно, конечно. Ну и доступ. Я думаю, что вы были сами в этой части. Я думаю, что все родители на присягу ездили. И так же все родители на присягу ездили. И зависимо от того, где служат их сыновья, далеко или не очень далеко, все ездят и как бы все общаются с командирами и даже с медицинскими работниками. Вот мы как бы говорили об осеннем и об весеннем призыве. Вот, Борис Михайлович, у меня к вам вопрос. Вот если можно, если есть все-таки возможность выбирать, когда лучше идти служить с медицинской точки зрения? Весной или осенью? Ну, вы знаете, мне кажется, что это зависит только от того, что больше любит гражданин весной или осенью. Если человек здоровый, то есть категория годности А, да, ему, наверное, все равно, когда проходить вот этот адаптационный период. Вот осенью быстрее наступит зима, весной тоже. Я думаю, что значения здесь с медицинской точки зрения не имеет. Но у нас ведь призывается очень много призывников, которые имеют те или иные заболевания, в том числе и хронические, но которые в соответствии с требованием к состоянию здоровья позволяют служить в тех или иных родах и видах войск. Ну, мы тоже все знаем, что, как правило, заболевание хроническое, оно тоже обостряется весной и осенью. Ну, поэтому мне кажется, что большой разницы нет. Хотя вот для этой категории, наверное, все-таки осенью немножко потяжелее будет. Ну, а Юль, а я вот с своей точки зрения скажу. В мое время всегда все хотели весной. Ну, потому что легче адаптироваться, да, потом придешь. Хотя, знаете, там говорили, весной пойдешь, тебя будут гонять. Очень много будешь бегать там, да, в летний период, да, весной. Но хотя вот чисто по мне и говорю, вот среди обывателей, я уверен, что весной лучше идти в армию, потому что все-таки зима, там труднее адаптироваться. Весной полегче, да. Потому что и возвращаться весной. И весной возвращаться легче, да. Вот, на мой взгляд, вот я выбираю весну. У меня так и получилось, да. Александр Александрович у нас опять хитро улыбается. Конечно, осенний призыв, он самый тяжелый, весенний легче. Зато в осенний призыв вы, у вас есть ребята, которые будут слушать в кремлевском полку. Это большая честь. Да, только осенью существует этот набор. Ежегодно 15 человек отбирают. С Москвы приезжают представители. Лично каждого отбирают. Очень много показателей по здоровью, да по внешнему виду, будем говорить даже, славянской. Там ведь рост, славянская внешность. Да, 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 да. То есть вот осенью есть такой у нас набор. Я вот, может быть, ошибаюсь, но мне кажется, что, например, альтернативная служба у нас не получила популярности в стране. Я ошибаюсь или нет? Я что хочу сказать. Вот даже не хочется тратить эфирное время, правильно. Да буквально вот... Да нет, вот даже... Было вообще кто-то захотелось. Есть вообще желающие. К примеру. Ну, есть желающие, но их так мало. Они даже 0,01% эти составляют. Вот весной мы не отправили ни одного альтернативщика. Сейчас есть там желающие, но мы сейчас проводим проверку, насколько он регулиозный и так далее и тому подобное. Это не стоит этого внимания. Нет желания улете и идти на альтернативную службу с учетом того, что сейчас всего-то один госслужба. А там надо намного больше. Вот в начале нашей программы я попросила вас ответить всех на вопрос, должен ли мужчина служить в армии. Вот сейчас мне хочется, вот знаете, от вас следующее услышать. Есть какие-то байки об армии? Нет, ну вот должен или не должен, я могу сказать... И про должен мы уже поговорили. А, байки про армию? Есть ли байки об армии, то, что не соответствует действительности? Ну, много. Вот давайте я скажу, да, у нас в армии надо бояться 3В, да? Это военный водитель, военный врач, взручатые вещества, да? Вот нас в армии Селина говорили, вот надо бояться 3В в армии, допустим. Или вот про военных врачей, я, прошу прощения, я рассказываю солдатские будни, то, что, да, как военный врач лечит. Всегда говорит, вот придут, у одного голова болит, у другого живот болит. Военный врач, таблетку пополам, это тебе от живота, это тебе от головы. Вот видите штатские, сколько баек знает. Ну, может быть, это имеет место быть, конечно, наверное, да. Но много, много, много интересного. Чем наши военные ответят депутату Чебоксарского городского собрания? Я сейчас, да, ну, нет, я сейчас как вот солдат, да, вот рассказываю, как у нас это было там. Все байки не рождаются на ровном месте. Поэтому вот что гражданские говорят. Мы же тоже все это прошли. Мы служили и курсантами, и лейтенантами, и так далее. Поэтому... Тогда чему не нужно верить? Тогда чему не нужно верить? Нет, шутка везде хорошо, я считаю. Знаете, служить надо, да, а без шутки, вот понимаете, ну, в каждой шутке есть доля шутки, да, но тем не менее, все равно, я даже с этими шутками, со всеми всегда говорю, что мужчина должен служить в армии. Все. То есть, если он хочет почувствовать себя, в любом случае, это жесткий мужской коллектив. Ты понимаешь, чего ты стоишь, начинаешь, да. Если хочешь себя оценить, просто необходимо это сделать, там, я считаю, любому мужчине. Вообще, когда, вот смотрите, в 80-х годах даже было такое, что девушки, ну, раньше еще это было, задумывались, выходить замуж за этого парня или нет. Если вы в армии не взяли, значит, он со здоровьем, что-то еще, какие-то проблемы, да. Я поэтому даже девушек сейчас призываю только за тех, кто служил в армии. Ну, еще про арбуз расскажите. Про арбуза. Есть что добавить? Я глубоко убежден, что никогда и категорически не нужно верить тому, как некоторые говорят, причем не совсем уж мало количества, что армия – это чисто вычеркнутые жизни. Допустим, два года раньше было, сейчас год. Это неправда. Даже человек, который это говорит, он еще не осознал, и еще придет время, когда он поймет, что армия ему очень была нужна, и она в любом случае, в жизненной ситуации, когда-то, но поможет. Кому-то сразу, а кому-то потом. Но человек поймет, что это непотерянное время. Александр Александрович. Ну, я что добавлю. Не надо бояться армии. Армия уже не та, что была раньше. Хотя и та армия, которая была раньше, кроме положительных эмоций у меня больше ничего не вызывает. Сейчас, да, сейчас сделан акцент на боевую подготовку, на физическую подготовку. Да, ушли от этих араборт, но все равно самое главное – это индивидуальная личная подготовка к боевому применению. Николай Сергеевич. Пусть армия будет неотъемлемой частью любого мужчины. Это только плюс. И в завершении нашего круглого стола мне бы хотелось, чтобы вы все-таки обратились к нашим новобранцам с пожеланиями, с какими-то напутствиями, как люди, которые сами знают, что такое армия. Гражданский первый начнет. И которые, ну, как бы, имеют опыт. Я буду краток, да. Мы много сегодня обо всем говорили. И вот резюмер, у меня даже, как бы, в голове такой родился, как бы, тезис. Не надо армию бояться, к ней надо готовиться. Все. Я бы так. Николай Сергеевич. Я бы хотел обратиться к гражданам, которые имеют хорошее здоровье, служили в армии или не служили в армии, но имеют высшее образование, плюс здоровье. Пусть обращаются к нам по адресу город Чебоксары, улица Пирогова, 10А. Там на постоянно действующей основе работает пункт отбора на военную службу по контракту. Там подобран хороший коллектив. Начальник пункта майор Игнатьев. Ждет вас. С хорошим опытом армейской службы. Десять сержантов, которые все отслужили в армии, многие из них по контракту. Мы вам поможем определиться, найти место службы. Это и почетно, и выгодно. Ждем вас. Борис Михайлович. Ну, я бы, наверное, сказал призывникам, что они не боялись приходить на военные комиссариаты, не боялись приходить на медицинские комиссии, никогда не думали о том, что если они имеют заболевание, они уйдут служить с ними. Это неправда. На сегодняшний день призывникам доступны все современные средства диагностики, которые существуют в республике, и совершенно на бесплатной основе. И если призывник заявляет жалобы, он в обязательном порядке обследуется, и обследуется именно в том объеме, в котором это необходимо. Очень логично, Александр Александрович, что мы начинали с вас и завершаем тоже вами. Ну, я хочу что сказать. Вы знаете, вот 99% мужчин, которые состоялись в жизни, которые занимают высокие посты, которые имеют прекрасные семьи, хороших детей. А 99% это те люди, которые служили в армии. Когда было тяжело, когда армия выполняла или выполняет сейчас в зоне каких-то локальных конфликтов, в которых и мне приходилось участвовать. Вот именно там человек себя показывает, там человек ставит, оценивается в сложной, тяжелой обстановке. Прошел детский сад, прошла школа, наступает армия. Вот там вас как человека, как мужчину оценят. И вы вернетесь, поверьте, что другим человеком. В глазах матерей и своих знакомых. Уважаемые друзья, огромное вам спасибо за эту интересную беседу. Я думаю, что не только я, но и все наши телезрители сегодня получили массу интересной информации. И я думаю, что какие-то сомнения, очень многие сомнения вы развеяли. Ну, а мне остается только добавить, что сегодня участие в нашем круглом столе принимали военный комиссар Чувашской республики Макрушин Александр Александрович, председатель военной врачебной комиссии военного комиссариата Чувашской республики Жуков Борис Михайлович, представитель военного комиссариата Чувашской республики на пункте отбора на воинскую службу по контракту Беззубов Николай Сергеевич и депутат Чебоксарского городского собрания Александр Васильевич Андреев. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин